До заветной пятёрки Артёму Суворову не хватало всего одного балла. По словам подростка, после сдачи ОГЭ по географии система зачислила один из правильных ответов как ошибочный. Это стало причиной потери критически важного балла. И вместо «отлично» он получил «хорошо». Просто обидно за столь несложный предмет получать четыре аттеста, которые влияют на него. То есть там математика четыре, понятно, а тут обидно. Из одного балла потерять пятёрку. В надежде восстановить справедливость подросток подал апелляцию. Эксперты комиссии признали, что ответ в работе правильный, но произошёл технический сбой. Мы увидели, что когда они стали сверять все ответы, абсурдность ситуации состоит в том, что ответ на задание номер 27 в бланке апелляционной комиссии оказался как зачтённым. И этот вопрос у них стоит как верный. Но не в личном кабинете школьника. Там видно, что начиная с 12-го задания ответы сместились на одну позицию, что привело к искажению результатов. Вот как раз до 11-го всё совпадает. Номер задания и порядковый номер. А с 12-го начинается смещение. То есть задание получается номер 13, а порядковый номер 12. И дальше так это всё идёт до ещё большего смещения. Родители подростка обратились за помощью в областное минобразование. В итоге работу Артёма проанализировал председатель региональной предметной комиссии Свердловской области по географии. Выявлено наличие технической ошибки при оценивании задания номер 27. В настоящее время задание засчитано как выполненное правильно. Осуществлён перерасчёт первичных баллов за выполненную экзаменационную работу в целом. Общее количество первичных баллов увеличилось на один первичный балл. По регламенту процедура подобной проверки может занимать до 30 дней. По мнению юриста, случаи, когда школьники оспаривают результаты экзаменов, не редкость. Каждый год порядка 50-100 исковых заявлений поступают в суды по всей России. Но рассмотрение их показывает, что 90-99% это всё необоснованная жалоба. На самом деле, репетиционная комиссия, скорее всего, на стороне ученика и, в общем-то, принимает правильные решения. Для Артёма получение заслуженной оценки – дело принципа. После получения аттестата он планирует поступить в Московский колледж. Специальность выбрал актуальную – IT-технологии. Евгений Андреев, Вадим Царёв и Андрей Полякушин. События ОТВ.